Хак Сэмэх! С праздником вас! Вы рады, что у нас есть такое время праздновать праздники Господние? Слава Богу! Друзья, давайте мы... Сейчас пока у нас идут корзинки... Перед этим пару слов хочу сказать. Да, действительно, вот смотря сегодня на нашу молодежь, которая вела прославление, хочется благодарить Бога, да, друзья? Потому что это радует, что есть поколение, которое будет служить Богу, которое любит Бога, которое уже служит Богу. Вы знаете, когда-то придет время, когда нынешним служителям придется оставить это дело, мы все состаримся, но наши сердца радуются от того, что есть такое прекрасное поколение. И я думаю, что дети их детей и дети их детей тоже будут служить Богу, потому что это важно, и это часть, которая происходит в нашем народе. Но, друзья, время для комментария Торы, поэтому я приглашаю всех встать на ноги свои для молитвы. Молитвы. Авинуша Бешимая, небесный Отец, мы благодарны Тебе безмерно за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за Тору Твою, которая учит нас, которая наставляет нас. Мы благодарим Тебя, Ишуа Мессия, за то, что Ты стал живой Торой, сошедшей с небес. И Твоя Тора, она пишется Духом Святым на скрижалях наших сердец. Боже, учи нас сегодня, наставляй нас сегодня и помоги каждому из нас действительно не быть просто слушателем забывчивым, но исполнять все то, что Ты повелеваешь нам делать. Тебе слава за все. Бешемишу Амашихейну. Амин. Присаживайтесь, дорогие друзья. И вот это удивительное время, время, в которое мы заканчиваем наш годичный цикл изучения Торы. Сегодня последняя глава. Но знаете, что наша глава традиционно, она не комментируется. Это происходит следующим образом. На праздник Шмини Ацарет все мужчины в синагогах, включая маленьких мальчиков, даже которые не прошли Бармитсву, выходят и читают. Она прочитывается несколько раз, пока все не прочитают эту главу. И с этим, это происходит на праздник Шмини Ацарет, и с этим радостным событием вступают в празднование праздника Дарования Торы, праздника Симхат Тора. Да, это очень интересно, но так происходит традиционно. У нас же с вами есть возможность будет все-таки немножко поразмышлять по данному разделу Торы, хотя я вам открою секрет, что мы сможем с вами насладиться и небольшим чтением, потому что что-то есть очень интересное, и в дальнейшем мы об этом с вами поговорим. Итак, друзья, год прошел, за этот год мы с вами познакомились больше с Богом, с Богом, который сотворил это все небо и землю. Мы узнали Бога как Творца, мы узнали Бога как праведного Судью, который излил свой гнев на человечество в водах потопа за грехи. И мы узнали с вами любящего Бога, который не погубил свое творение, но который спас его в лице праведника Ноя и его семьи, друзья. Мы также увидели и познакомились с Божьим планом спасения, который начался активно развиваться на страницах Торы. Мы узнали, как Бог избрал Авраама, от которого произвел наш великий народ. Мы, друзья, увидели формирование этого народа, которое основано на вере в Бога Авраама, Ицхака и Якова. И эта вера, она немного отличается от веры других народов, вера которых основана на логических выводах. Вера же нашего народа, она основана на опыте, на опыте живого переживания, живых отношений с Богом, переживания живого Божьего присутствия. Мы узнали, что целью избрания Божьего народа было то, чтобы рассказать другим народам о Боге, о Боге Авраама, Ицхака и Якова. Мы увидели жизнь, формирование, вхождение в служение, его служение, жизнь великого вожжа, великого человека, которого, кстати, в нашей главе Бог называет царем. Хотя монархии еще не было в Израиле, но в нашей главе Бог называет Маше царем, потому что тем самым он подчеркивает значимость этого великого человека. И мы видели, как на странице книги Дворим этот великий человек пророчествовал о более великом еще человеке, Боге-человеке, это Ишуа Мессии. Он пророчествовал, что будет пророк больше меня, которого должен слушать народ Божий. И, друзья, в нашей главе мы видим конец жизни этого великого Бога. Мы вот сегодня заканчиваем изучение всей Торы, но если взять по книгам, заканчиваем изучение книги Дворим. И книга Дворим – это удивительная книга. Она действительно удивительная. И удивительная тем, что это книга, о которой очень много говорят. Вообще, если посмотреть археологические раскопки, то в свитках Мертвого моря видно, что книге Дворим в Торозаконе придается особенное значение. Она имеет особенное значение. Довольно много уделяется внимания данной книге. Мы видим то, что сам Ишуа, он опирался на эту книгу. И если мы вспомним искушение Ишуа в пустыне, то он как раз отвечал Сатану именно местами Писания из Второзакония. Друзья, и вообще в Новом Завете довольно-таки часто цитируются части стихи книги Дворим. Это одна из наиболее цитируемых книг в Новом Завете. Но я скажу вам, что это одна из наиболее спорных книг. Вы знаете, что есть мнение, вообще книгу Второзакония называют второзаконной историей. Есть такие мнения. И особенно большой спор идет о времени ее написания, об авторстве. А о нашей главе, можно сказать, что уже практически не спорят, но говорят, что это было дописано Егошу Бен Нуном. И она интересна, действительно. Но рассматривая книгу Дворим, давайте чуть-чуть вспомним, что же происходило. Мы видим, как после 40-летнего странствования по пустыне, израильский народ, он приходит и находится пред вхождением в обитованную землю. Он стоит в Моабитской земле. И старое поколение, оно уже вымерло. И народ стоит на пороге великих перемен. На пороге нового этапа своего развития, формирования как народа. И народ готов войти в эту землю, которую Бог обещал Аврааму, Ицкаку и Якову. И в нашей главе, вот книга Второзакония, по сути, это три речи. Последние три речи Маше, которыми он увещевает израильский народ. Мы с вами об этом говорили. И удивительно то, что смотря на жизнь этого великого человека, мы видим, как он до конца своих дней, до последнего своего дыхания, он пытается исполнять свое предназначение. То, к чему его определил сам Господь. Мы видим, как в нашей главе Маше, подобно Якову, который благословил своих 12 детей, он благословляет 12 колен израилевых. И Маше описал в этом благословении особый характер каждого из колен. И он пророчествовал каждому из колен, показывая ту роль, которую оно будет играть в дальнейшей истории народа Израиля. Но было колено, мы видим, если будем внимательно читать, что было колено, о котором не упоминал Маше. Это колено Шимона. И не упоминалось о нем, существует два таких варианта, почему этого не происходило. Первый вариант считается якобы, что колено Шимона, оно участвовало в видении Израиля, выдало поклонство. Первое, мы с вами помним эту историю, историю Финьеса, историю, когда Израил вошел в поклонение Валфи Гору. Это в книге чисел, эта история описана. Второе мнение, что численность этого народа была настолько маленькой, что мы знаем, что этому народу было дано всего лишь 19 городов. Была ему земля дана точечно, скажем, если посмотреть, 19 городов. И это колено, оно по сути рассеялось среди колена Иуды по своей малочисленности. И поэтому благословение, которое было передано Иуде, оно как бы распространялось и на колено Шимона, которое было вмещено в колено Иуды. Кстати, если мы посмотрим, вот эта ситуация с коленом Шимона, это исполнение пророчества, исполнение того благословения, которое произвел Яков над 12 своими сыновлями. И вы помните, что когда он благословлял колено Шимона и Леви, он сказал, что они не будут иметь удела в земле по причине их мстительности. Вы помните, что Леви и Шимон, они истребили Еморовых сынов за изнасилование их сестры Дины. И вот Яков, благословляя их, он об этом говорил. И то, что происходит сейчас на страницах нашей главы, это как раз исполняет то, что говорил патриарх Яков. Но это такая общая информация. Мы же заканчиваем. Надо сказать общую информацию. Сейчас я хочу сказать, перейти от общей информации, обратить внимание сегодня на две вещи в нашей главе. И эти две вещи, первое, это форма написания нашего раздела Торы. И второе, коснуться вопроса возложения рук, о котором мы читаем в нашей главе. И вы знаете, друзья, читая нашу главу недельную, недельную, нельзя не восторгаться. Ну, во всяком случае, это происходило со мной, той высокой формой поэзии, которой написана первая часть нашей недельной главы. Я хочу прочитать вам, чтобы мы насладились вместе. Господь пришел от Сиира, от Синая, открылся им от Сиира, в отсял от горы Фарана, и шел со тьмами святых. А деснуя его огонь закона, истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы вневать словам твоих. И когда читаешь эти стихи, я хочу сказать, начинаешь понимать традицию. Вот я лично понял, почему эта глава читается вся и читается много раз. Наш народ просто любит слушать прекрасное. Вот для меня эти слова прекрасны, я хочу немножко прочитать дальше. Нет подобного Богу Израилева, который по небесам принесся на помощь тебе и во всей славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица своего и скажет, истребляй. Израиль живет безопасно один. Око Якова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплят росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который ищит, охраняющий через тебя и меч славы твоей. Враги твои раболевствуют тебе, и ты попираешь их, вы их. Прекрасно, друзья. Прекрасные слова. Просто наслаждаюсь этой библейской прекрасной поэзией, которую мы имеем возможность читать. И знаете, вторая часть главы, вот первая часть, она написана, вот все благословение в поэтической форме. Но вторая часть главы, она написана в прозе. Это 34 глава в нашем делении синодальном. Так вот, интересно то, что несмотря на такой переход, целостность главы, она совсем не нарушается. Ну, это было такое небольшое отступление о прекрасном. Теперь давайте немножко поговорим все-таки о насущном. И, друзья, хочу прочитать вам стих. Это Дворим 34.9. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Маше возложил на него руки свои и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. Что мы видим? Маше возложил руки на Егоша бен Нуна. И возложение рук – это такое действие, когда один человек, который возлагает руки на другого человека, он делает это с определенной духовной целью. Это такое небольшое определение, чтобы мы понимали, что такое возложение рук. Есть определенная духовная цель. И обычно это действие сопровождается или молитвой, или пророческим словом. Иногда это может быть вместе. И смотря на религиозную практику, мы с вами можем видеть, что происходит это для трех целей. Вот, есть в этом действии три цели. Цель первая – это передача духовного благословения или власти тому, на кого возлагаются руки. Цель вторая – это публичное свидетельство того, на кого руки возлагаются, уже того, что он получил благословение от Бога или получил эту власть. И третье – это публичное посвящение Богу для особого задания или служения. Это относится к тому, на кого эти руки возлагаются. И иногда эти все три цели, они могут быть вместе. Они бывают вместе. И в нашей главе, читая нашу главу, мы видим уже последствия возложения рук. Но о самом процессе мы можем прочитать в книге «Чисел», 27 глава, с 18 по 21 стих, что я и сделаю. «И сказал Господь Маше, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слышало его все общество сынов Израилев. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении, посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы, с ним и все общество. И сделал Маше, как повелел ему Господь». И мы видим, что в данном случае как раз исполняются все вот эти три цели, о которых я сказал раньше. Маше передал власть Егоша, народ стал свидетелем передачи власти, и Иисус Навин, он, получив эту власть, получил ее для особой миссии. Мы знаем, что он стал руководителем народа, военачальником, которого Бог использовал для руководства народом в завоевании обетованной земли. И в Ветхом Завете мы довольно часто сталкиваемся с понятием возложения руки, с этим действием, но это не только ветхозаветная концепция. В Новом Завете мы тоже довольно часто это видим. И в Новом Завете что мы видим? Мы видим, что руки возлагались на пресвитеров. Мы видим, что в Ветхом Завете руки возлагались, если конкретно взять по ситуации, мы можем вспомнить, что руки возлагались на Варнаву и Павла в Новом Завете, да, я прошу прощения, в Новом Завете руки возлагались на Варнаву и Павла перед тем, как они начали свою миссионерскую деятельность. И мы видим в возложении рук еще очень много об этом написано для исцеления больных, да? Не правда ли? Вот об этом мы как бы четко помним. И в Евангелии от Марка в 16 главе мы можем видеть великое поручение Ишуа Мессии, которое должно было сопровождаться пятью знамениями. Одним из этих знамений это должно было быть исцеление через возложение рук. И давайте об этом поговорим. Нам важно понимать с вами, друзья, что помимо облегчения страдания, вот возложение рук в исцеление, что помимо облегчения страданий болеющего человека, возложение это действие для явления знамения исцеления. А в словах Ишуа Мессии мы видим акцент не на самом исцелении, а именно на проповеди Евангелия. И исцеление – это подтверждение истины евангельской проповеди среди тех, кто в него еще не уверовал. И я скажу, что это также утверждение верующих людей, потому что когда мы видим исцеление среди нас, когда мы исцеляемся, это поднимает нашу веру, мы видим, что Бог действительно живой среди нас, мы видим его десницу, это утверждает нас в вере. Но можно с уверенностью сказать, что сам метод служения больным через возложение рук во имя Ишуа предназначен в большей степени не для христиан, уже которые являются членами церкви, а для неверующих или тех, кто только уверовал. Когда мы возлагаем с вами руки на больных, друзья, и они исцеляются, вот происходит как раз исполнение вот этих вот трех целей возложения рук. Исцеление подтверждает, что Ишуа передал нам, тем, кто возлагают руки, определенную власть. Свидетельствует о том, что мы приняли эту власть и что мы исполняем особенную миссию, потому что исцеление, как я сказал, оно в большей степени дано для неверующих. Это знамение для неверующих, через что они приходят к Богу. Причем сам Господь Духом Своим Святым в наши сердца, Он вселился, и Он дает нам эту власть. И процитирую послание Евангелия от Иоанна, «А тем, которые приняли Его верующим во имя Мое, дал власть, был чадами Божьими». И сам Господь дает нам от славы Своей. Мы читали в нашей главе, что, не в нашей главе, а историю передачи власти Егошио Беннуну, что он передал ему от славы Своей, и чтобы руководить народом, который должен был стать свидетелем для других народов. И сегодня, что мы можем видеть, что в наших общинах происходит, что Бог также возлагает руки, рукополагает, мы знаем, что рукополагает определенных людей, пресвитеров, которые руководят народом. И происходит нечто большее. Бог каждому верующему Мессию, Он дает от славы Своей, чтобы Он стал участником в распространении Божьего Царства, чтобы люди, которые не знают Бога, они приходили к Мессии, и чтобы в их жизнь приходило Божье руководство. Но повторюсь, тут важно понимать, что основная все-таки цель – это не только исцеление, а распространение Божьего Царства. Для этого мы как раз и наделяемся властью Духа Святого. Поэтому, возлагая руки на больных, необходимо помнить, что данная власть дана нам от Бога, чтобы мы это делали, но чтобы, когда мы это делали, мы понимали, что это не какой-то особенный ритуал, который надо производить каким-то образом. Дело это мы делаем в простоте, понимая, что не мы, не та форма, как мы сделаем, а Господь, Он производит действия исцеления. Итак, друзья, давайте делать то, мой призыв, давайте делать то, что нам повелел делать Ешуа Машея. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 10 главу, 7-8 стих. «Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Это должно быть основной целью каждого христианина. И, естественно, друзья, все-таки как мы заканчиваем наш годичный цикл изучения Торы, я бы хотел вместе с вами помолиться, поблагодарить Бога за то, что на протяжении года Бог давал нам эту возможность изучать Его Слово, за то, что мы стали немножко мудрее, немножко увидели себя со стороны, что-то исправили. Я думаю, нам есть за что поблагодарить Бога. Да, друзья? Давайте помолимся. Авинуши Бешимая, святый, мы благодарим Тебя за этот год, Божий, год, в котором мы изучали Твою Тору, за то, что мы прошли этот путь от начала и до конца, за то, что Ты учил нас, за то, что Ты наставлял нас, Господи. Мы, Божий, нуждаемся в Тебе, и приходя сюда, питаясь от Тебя, мы понимаем, что мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы здесь не потому, что так положено, а потому, что мы любим Тебя, и мы ожидаем того, что Ты учишь нас, говорит, внутри наших сердец, Господи. Но наше стремление к тому, чтобы Твой народ, он узнал Тебя, узнал Тебя, Ишуа. Мы молим сейчас в это время, Божий, за израильский народ, чтобы в момент, когда они садятся для изучать Тору, Твой рог, Твой Дух Святой указывал места, которые пророчествуют о Тебе, которые говорят о Тебе, Мессия, чтобы они обратились в свои сердца к Тебе, и чтобы сказали, воистину Ишуа есть в Мелых Израиля. Мы благословляем Твой народ, и мы благословляем Тебя, благословенного Бога, Бешем Ишуа Машихейну. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok